всем привет вскрытие покажет и сегодня под нож пойдет максвелл 87 года хотел в начале видео сделать небольшое вступление и поговорить о своем отношении к хрому но решил что тогда все затянется поэтому лучше сделаю отдельное кино по вопросу что лучше кассеты 1 2 или 4 типа если интересно мое мнение на эту тему и вы не подписаны на канал подпишитесь и ничего не пропустите а сегодня как уже сказал вскрытие хромового максвелл начнем и так максвелл xl2 с 90 минут 87 год 1987 что очень удобно и порадовало конкретно на этом максвелл именно на упаковке нанесена надпись 1987 год вот идеальнейший вариант упаковки не надо лазить ни по каким сайтом искать информацию о годе выпуска все четко написано 87 самое интересное что это не наклейка на упаковку это именно так сделано это просто напечатано так эта кассета выглядит с задней стороны здесь что-то написано много всего made in japan сделано в японии это прекрасно зрители моего канала наверно уже обратили внимание что я редко скрываю хромовые кассеты делаю это по нескольким причинам которые я озвучу в соответствующем видео данная кассета это подарок от владимира владимировича да именно от него я не вру те кто следит за моим творчеством если это может так назвать уже видел небольшую превьюшку по этой кассете в которой я показывал что туда действительно владимир владимирович приезжал и подарил мне эту кассету презентовал он мне ее исключительно как кассету на подобное кино вскрытие покажет я свое обещание не забыл и вот сегодня скроем посмотрим протестируем сама по себе кассета достаточно редкая это кассета так называемая гайка почему гайка объясню чуть позже когда ее вскрою у кассеты явно превышен вес по странению с стандартной кассеты я ее взвешивал 84 грамма обычная кассета 90 минутная весит 72 74 грамма такой перевес это конечно же очень хорошо потому что вес этот связан именно с материалом корпуса самой кассеты он здесь довольно-таки плотный жесткий и все это благотворно влияет на качество записи сто процентов подобных кассет гаек у меня в коллекции но может быть одна или две и состояние их не самое лучше неплохое на 4 с плюсом но распечаткой свежераспечатанной кассеты у меня нет сегодня появится многие блогеры да и просто люди которые собирают запечатки всю жизнь смотрят на такую запечатку и мечтает о том чтобы ее вскрыть на рука у них не поднимается к счастью или к сожалению но скорее всего к счастью у меня такой проблемы совестью нет я спокойно и непринужденно все это сейчас сделаю итак снимаем пленку давай родная хорошо сидит пленка на ощупь ну чисто максовская неплохо отложу пригодится свежераспечатанный еще не открывавшийся максал xl 287 года открываем открылась с небольшим усилием без какого-либо слышимого щелчка просто открылась и все в комплекте кассета до обладающая небольшим запахом не ярко выражен как у железного максал ну запах есть и он да похож но чуть позже посмотрим понюхаем еще раз значит кассета вкладыш стигр вкладыш с разворотом с полным разворотом то есть он закрывается не в половину от целиком закрывают внутреннюю часть так вкладыш выглядит изнутри таким образом выглядит снаружи как вы видите лицевая сторона вкладыша фигурная очень неплохо коробка коробка с стопперами которые пошли на максаллах с 82 года до этого у них по моему были крестообразные стопперы до 82 в целом никаких изысков на коробке я не вижу надписи максалл или сделано в японии не обнаружил торцы у подкассетника рифленые со всех сторон имеется слабо выраженная впадинка под палец она практически не ощущается что есть что нету сама коробка несмотря на то что находилась в пленке не отказалась бы от полировки точно ну пока пусть будет так коробка вкладыш стикер положу стикер вовнутрь кассета еще раз тест на запах да по запаху максалл н 82 года ну скажем так фирменный максалловский запах у этой кассеты присутствует несмотря на то что это хром поэтому если верить легенде то и в этой кассете использован китовый жир почему это и подобные кассеты называются гайка потому что вот это окантовка подкатушечника она выполнена визуально похоже на гайку ведь она граненая если продолжить то получится шестигранник похоже на гайку обычно это место у всех кассета она закругленная либо ну просто квадратные но чаще всего если кассета с каким-то большим окном то здесь закругленная поэтому гайка подкатушечники у этого максалл явно двухцветные основная сердцевина черная или темно-синяя и сверху обод белого цвета тоже весьма занятная вещь которая встречается ну совсем уже не часто по крайней мере наверное кроме максалл я больше нигде такого не видел на вид кассета максимально проста лаконичная но скорее всего это даже придает ей больший вес большую стоимость держаю в руках очень даже неплохо смотрится надписи максалл и xl2 с правой стороны могли бы наверное написать и золотом в наличии серийный номер язычки на месте больше ничего по корпусу интересного сказать не могу лента имеет классическую вставку голубой перпендикулярной полоской и стрелочками указывающими направление движения ленты плюс буква а на раккорде также в наличии черного цвета раккорд почти прозрачный матовый склейка и пошла лента такой вот не сильно классический хромовый цвет ленты наверно так будет правильно сказать собственно по ленте визуально никаких проблем не выявлено давайте посмотрим послушаем что по этой кассете скажет пионер сети 757 впервые своей жизни максалл вставляет кассета приемник перемотка ну одна из самых бесшумных вперед назад вообще идеальнейшая калибровка сказать удивлен ничего не сказать но посмотрим уровень вроде бы есть и вроде бы он есть и он прекрасен а подмагничивание идете подмагничивание подмагничивание нету ну давай и что можно с этой кассеты интересно выкружить давайте посмотрим максимально до упора подмагничивание в минус вот она у 2 деления с качестве все при этом поднимаю уровень загнав уровень в максимальный плюс я получаю вот такие показания да вроде бы подмагничивание вытянулась но это скорее всего не скорее всего это абсолютно неверное решение запись будет дерьмовый ладно давайте посмотрим что если нам догнать в плюс подмагничивание стало только хуже окей значит вращаемся где-то в минусовой зоне так подмагничивание в минус 3 деления почти хорошо уровень слегка завысить не страшно но нехорошо при этом никаких стабильных показаний по подмагничиванию я не вижу ну чуть-чуть что то есть да вот там и запечатка максов гайка кто бы мог подумать я думал у меня будет идеальнейшая кассета для последующих экспериментов а по факту оказалась абсолютно негодная скорее всего кассета лента вот подумать сколько она стоит такая кассета и потратив там потали 2000 рублей на такую кассету получите в итоге абсолютно негодную ленту и вам нужно будет ее на что-то поменять она что вы поменяете где возьмете еще один chrome донора но это рассуждение для соответствующего видео ладно что касается конкретно этого максова я оставлю подмагничивание минус 3 минус 3 деления нет на на минус 2 вот не знаю вот так хорошо вернее она либо так скачет либо так скачет и оба варианта не хороши уровень слегка задеру в плюс 1 до оставлю так в общем калибровка полная полный ужас 400 герц 0 децибел входящий сигнал на выходе падение до минус 2 и правый канал явно меньше чем левый так давайте вход точно настроим то есть вход вот так 0 децибел по сверх чувствительной шкале этого пионера на выходе вот такая картина левый канал упал на один децибел правый канал падает от полутора до двух децибелов то есть конкретный разбаланс на этой кассете уже на 400 герцах вход выход давайте посмотрим в режиме более узкого диапазона вход 0 децибел выход минус 2 ну тут просто нету минус 1 поэтому левый канал показывается минус 2 но при этом все равно правый канал прыгает поэтому при записи ну точно будет разбаланс но мне это очень интересно я не говорю что я разочарован я просто удивлен но тем не менее это очень интересно что максов такой как бы всеми обожаемый и такая оказалась плохая кассета ну конечно стоит тут сделать поправку на то что неизвестно каких условиях хранилась данная кассета и этот косяк с ленты он может быть касается только конкретно моего экземпляра те кассеты которые продаются на вторичке сейчас запечатки они идеальнейшие но лично я вряд ли куплю себе такую же кассету запечатку потому что второй раз на грабли наступать я не рискну денег такую кассету просит много и мне одного варианта плохого вполне достаточно для того чтобы я не покупал вторую давайте посмотрим послушаем как этот не откалибровавшийся максов пишет музыку интересно будут ли на этой кассете дропауты дропаут это термин обозначающий грязноватый звук звук с искажениями мне он нравится я стараюсь его применять потому что объясняет многое дропаут дропаутный звук пусть будет так входящий сигнал постарался настроить до значка dolby плюс 3 децибела хотя chrome можно писать с большим диапазоном в плюс 5 не буду писать в плюс 3 что на выходе смотрим и слушаем самостоятельно кассета малошумная ну по этой понятно это chrome chrome он по отношению к железу как раз и позиционируется тем что он меньше шумит и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Всем большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересного, будут еще хромовые кассеты, которые сравним с этим Макселом, в том числе будет еще другой Максел XL2, все это увидим. И как всегда, не болейте! Продолжение следует...